доброе время суток дорогие дамы и господа сегодня как обычно будем говорить о нашей недельной главе наша глава называется балак в честь достаточно минорного персонажа который был небольшим ближневосточным царем которому не посчастливилось что чем мимо него проходил еврейский народ но главный персонаж в нашем недельной главе это конечно же билан тот пророк тот профессионал величайший не еврейский пророк своего рода против существующих противовес мушар обейну чьи услуги берет балак за большие деньги после долгих переговоров чтобы тот проклял еврейский народ ну как вы знаете всю эту историю что после действительно долгих переговоров и торгов белом соглашается но предупреждает как профессионал балака о том что он сможет проклясть только теми словами которые всевышний вложит в его уст на и в его устой как вы знаете это не получилось проект провалился место проклятие белом дает нам те благословения записаны в торе которые по сегодняшний день мы носим мы используем восхваляя еврейский народ одно из них с него и начинается утренняя молитва как прекрасный шатры твои яков но я обратил внимание надеюсь вы тоже или по крайней мере поделюсь своим наблюдением с вами сейчас на один странный момент мы нигде не читаем в нашей святой толь в пяти книжек чтобы евреи сами по себе да там был бы кроме благословений которые дают яков который дает 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 мой шарабейна вот просто в течение всего рассказа выхода из египта мы не видим чтобы евреи сами себе хорошо говорили или или вообще евреи хорошо говорили сами евреи мы все время видим о том как мы жалуемся как мы ворчим мы действительно изображены наш народ изображен какие-то ворчуны постоянно всем недовольны и только не евреи когда приходят и говорят вау вот это народ посмотрите когда в самом начале выхода из египта приходит и тро не еврей говорит вау ребята то что всевышний для вас сделал это невероятно круто вы наверно самый крутой народ на земле хочу быть с вами и в нашей голове должен прийти белам который собирается проклясть еврейский народ который закостенелый антисемит ненавистник мушарабейну еврейского народа в целом чтобы сказать о еврейском народа народе какие мы замечательны был уже покойный известнейший американский комик джеки мэйсон который кстати получил раввинское образование и понятно чтобы был евреем известная история о нем что он готов перед сам выступлением началом своей программы перед естественно еврейской аудитории он говорит о том что сейчас я буду говорить не очень приятные вещи евреев шутить и и все вы будете смеяться но если бы на моем месте оказался не еврейский комик например крис рак то все бы его обвинили в антисемитизме может быть действительно так и нужно может действительно что мы сами должны на себя смотреть критически и эта критика должна быть созидательной и тогда когда мы сможем смотреть на себя на собственный народ изнутри критический тогда придут они евреи и скажет вау вот они крутые вот это народ когда мы сможем критиковать самих себя когда мы сможем воспринимать эту критику изнутри вот тогда придет даже белам и скажет как прекрасны наши с вами шатры. Успехов! До встречи! Пока!